Сначала я хотела быть бойщиком собак, потом президентом, а потом модельером. А сейчас я сама не знаю, да и как определить, если каждый год появляются все новые и новые специальности. Сегодня я вас познакомлю с профессиями будущего. Расскажите, какие школы и вузы здесь представлены? Вузы представлены из разных стран, 12 стран. Например, швейцарские вузы, которые учат туризму, которые учат, как стать поваром, кулинария. Потом есть вузы из Канады, три вуза, также американские вузы, австралийские вузы. Австралийский вуз, кстати, очень интересный. Они учат тому, как правильно жить, как правильно питаться, как вести здоровый образ жизни и как помогать людям в этом направлении. А есть еще школы из Англии, из Америки, из Австрии. Да, эти школы частные, они пансионы. Ты знаешь, что такое пансионы? Это большая территория, где у тебя есть классы, где, например, у тебя есть места для проживания, общежития, резиденции, где спортивный зал на этой же территории есть, центр искусств будет, хор, музыкальный класс. То есть это такой как бы кампус, где ты можешь учиться и развивать всякие свои таланты. И там дети живут постоянно, кроме каникул, конечно. Кем ты хочешь стать? Фермером. Я думаю, что фермеры должны доить коров, убирать за животными. Почему вы сегодня здесь? Мы хотим познакомиться с образовательной программой, которая здесь представлена, для того, чтобы, может быть, осуществить мечты Степин. Смотрите, мне кажется, там очень много интересного. Пойдемте посмотрим. В этом уголке представлены канадские вузы и колледжи. Оказывается, Канада очень популярна. Здравствуйте, а вы знаете, я в детстве хотела быть дизайнером. А каким дизайнером я могу здесь стать? Вы у нас можете стать дизайнером моды, одежды. Вы можете стать дизайнером интерьера. Вы можете стать графическим дизайнером. А что есть для моего возраста? Какой у вас возраст? 10-11. 10-11 лет. Супер. У нас есть летние курсы в Барселоне на английском языке для детишек от 8 лет. То есть, если вам от 8 до 14, вы можете поехать в Барселону учиться такому направлению, как фуд-дизайн. Что такое фуд-дизайн, да? То есть, это раскладка еды красиво, чтобы потом ее фотографировать для каких-то журналов или Инстаграма, каких-то блогов. Наша школа принимает обучающихся с 14 до 18 лет. Но если кто-то помладше, например, с 11 лет хочет пройти летнюю программу, это можно сделать с 11. Какие интересные профессии можно получить? Поскольку это старшая школа, профессию можно получить любую. Для этого нужно будет поступить в колледж, с чем школа, конечно, поможет. О, танцы, спорт. Это как раз для меня. У вас написано «Кулинарное искусство». Что это такое? Это не стопроцентная кулинария. Допустим, у нас 40% кулинарных способностей и классов, и 60% менеджерских классов. То есть, для тех, кто хочет в дальнейшем управлять своим бизнесом и развивать свое стратегическое мышление при условии, что человек любит готовить и хочет в этом развиваться также. Здравствуйте! А какие у вас есть программы интересные? У нас есть замечательные резиденции в центре Лондона. Мы делаем проживание от 1-2 недель и можем разместить от 16 лет. Поэтому будем очень рады вам помочь. Как вы думаете, за какими профессиями будущее? Конечно, будущее за здравоохранением, за политикой, за услугами. Но и гостеприимство – это одна из самых старейших профессий. И то, что не умрет никогда. Даже если мы берем маркетинг, это вполне себе профессия будущего. И развитие маркетинга вполне себе предполагает путь тот, который мы ожидаем от профессии будущего. Умение мыслить стратегически, умение мыслить логически, умение совмещать одновременно цифровой подход, любовь к людям, одновременно понимание рынка – это классический пример профессии будущего. Будущее за профессиями в сфере информационных технологий, конечно, программирования, веб-дизайн и тому подобное. Будущее за профессиями, в которых не могут выполнять роботы. Роботы скоро заменят очень многие наши профессии, такие как оператор колл-центра или что-то еще. Но все, что не могут делать роботы, это те профессии, на которые надо сейчас учиться. Например, отношения между людьми, забота о людях или развлечения людей, или медицинские профессии тоже очень важны, потому что люди будут жить скоро долго, и они хотят жить здоровыми. Из всех специальностей, о которых я сегодня узнала, мне понравились две – фуд-дизайнер и кулинарный менеджер. Но у меня есть еще время, чтобы выбрать. С профессиями будущего вас познакомила Полина Петрова.